В Иерусалиме впервые публично показали фрагмент древнееврейской рукописи под названием «Бытие – апокрифическая книга». Это один из семи первых манускриптов, которые нашли в Иудейской пустыне 70 лет назад. Древние тексты известны как «Свитки Мёртвого моря». «Мы впервые показываем часть этого важного свитка. Возможно, он позволяет иначе взглянуть на книгу бытия. В тексте есть знакомое и незнакомое нам содержание. И очень важно то, что широкая публика это увидит». Древняя рукопись создана в первом веке нашей эры. Выставленный на обозрение фрагмент сохранился очень плохо. Учёные не решались притронуться к нему целых 10 лет после того, как он был найден. Сейчас манускрипт демонстрируют в специальной витрине. «Мы должны сохранять свитки, поэтому используем новейшие технологии. Мы установили в витрину умное стекло. Оно позволяет увидеть манускрипт и в то же время защищает его от света». Чтобы посмотреть на рукопись, нужно нажать кнопку. Тогда матовое стекло на полминуты станет прозрачным. После этого оно вновь перестанет пропускать прямые лучи. «Мы сможем смотреть на этот манускрипт несколько месяцев. Затем он вернётся в хранилище и не увидит света дня, может быть, ещё десятки лет». «Свитки Мёртвого моря также известны как кумранские рукописи». Древние манускрипты обнаруживали, начиная с 1947 года, в пещерах Иудейской пустыни в крепости Масада. Примерно 30% манускриптов – это библейские тексты. Большая часть рукописей написана на пергаменте из овечьей или козлиной кожи.